Исторические аналогии позволяют нам не впадать в ошибки и ловить себя на неправильных суждениях, которые в прошлом приводили к неправильным действиям и к поражениям. Происходящая сейчас война аналогично многим другим войнам, в том числе и Второй мировой войне, в которой Германия, так же как и Российская Федерация, напав на соседнюю страну, сначала имела успех, потом напала еще на одну страну, опять имела успех. Но в конечном итоге потерпела катастрофическое поражение, которое отразилось на дальнейшей жизни немцев. Фактически немецкая нация как субъект ликвидирована. Возможно, то же самое ожидает и Российскую Федерацию. Точнее, мне кажется, это неизбежным. Неизбежным по одной причине, потому что воспроизводятся те ложные суждения, которые прежде привели к поражению нацистской Германии. Мы очень часто можем слышать в выступлениях политиков и ведущих журналистов прямые аналоги того, что звучало в нацистской Германии. Это не означает, что в России установлен нацистский режим. Это означает, что в Российской Федерации государство ликвидировано, а халуйство стало основным методом самовыражения в политике. По сути дела, это означает, что политики как таковой не существует. А те люди, которые допускают высказывания типа «нет Путина, нет России», прямо повторяют то, что говорили поклонники Гитлера в нацистской Германии. Я ни в коей мере не хочу поставить разенство между Путином и Гитлером. Все-таки Гитлер нанес максимальный ущерб чужим народам, стремился, по крайней мере, к этому. Результатом был ущерб, в том числе, и своему собственному народу. А Путин делает прямо противоположно. Он наносит максимальный ущерб собственному народу, но заодно и другим народам. Здесь важна установка. То, что произошло в Германии, разделило германскую нацию примитивными суждениями о расовой природе различных групп. С одной стороны, объединило немцев, которые почувствовали себя какими-то избранными людьми, коль скоро в них нордическая кровь, нордическая раса составляет по разным оценкам антропологии. От 50 до 80 процентов. А с другой стороны, люди, которым было предписано выйти из состава германской нации, оказались на обочине, хотя могли ощущать себя немцами и могли служить Отечеству. У нас раскол произошел удивительным образом. То есть, до войны мнение о том, что украинцы и великороссы – это один и тот же народ, было доминирующим. Более того, после начала войны больше года прошло. Вдруг сам Путин сказал, что, по сути дела, это гражданская война. То есть, это война одного и того же народа, который воюет сам с собой. Но широкое распространение получило суждение о том, что они, вот они укры, они какие-то выродки, все подряд причем. Подобные высказывания я постоянно вижу в интернете, но и без интернета. Один из придворных халуев провозгласил «убей украинца». Вот прямо вот так. И это не исключительное высказывание, за которое, в общем-то, надо сажать в тюрьму. Но вместо этого оказывается, что подобные суждения широко распространены. Вместе с призывом, ну ты что тут сидишь, болтаешь, иди вон на фронт, и там убивай украинцев. А я говорю, что это ублюдочная идеология. Иди убивать кого-то. Одно дело защищать, а другое дело убивать. То, что во время Великой Отечественной войны, там, убей немца, Оренбург, там, Константин Симонов в своем стихотворении, это на грани поражения уже было, когда враг стоял вот уже здесь, под Москвой. Ну, кстати, еще раз скажу этим уродам, которые не смотрят ролик, а просто высказываются. Я живу в России, в Подмосковье. И не собираюсь никуда уезжать. И если кому-то кажется, что я там за Укров выступаю или за Украину, так это не так. Для меня Украина не существует, как и Российской Федерации. Нет таких государств, никогда не было. Это геноцидные режимы в отношении русского народа. И война является продолжением этого геноцида. Геноцид во время войны развернулся по полной программе. И количество погибших просто запредельное. Это как каждый день количество смертей больше, чем в одном крокусе. Каждый день крокус. Можете себе представить? Или, если правильнее, то каждый день 10 крокусов. Мы про крокус помним о том, что происходит на войне, где убивают наших соотечественников. А отечественное у нас одно – Россия. Ни Украины нет, ни Российской Федерации. Россия есть. Есть историческая Россия. Вот, чтобы прекратить эту бойню, надо, чтобы изменились общественные настроения. Сегодня они однозначно вот такие. Убей украинца. Украинцы какие-то неполноценные. С той стороны то же самое насаждалось и продолжает насаждаться. Что с этой стороны какие-то недоделки, какие-то, как их там называют, в ту сторону бандерлоги, в эту сторону оскорбительные высказывания. Мне кажется, что это можно понять в некоторых случаях как эмоциональную реакцию, возмущение. Но главное наше возмущение должно быть направлено в другую сторону. Как Мозговой говорил спиной к спине, и тогда, возможно, конфликт будет предотвращен. Но никто не послушал. Мозгового убили, я думаю, что именно за это. За то, что он сказал правду и вообще всегда говорил правду. Один из лучших, может быть, лучший командир, командир ополчения, который понимал, что к чему. Сейчас военное руководство, все эти болтуны, интернет-болтуны, холустующие перед режимом и призывающие к массовым убийствам, не соображают ничего. Я хотел бы привести несколько строк, точнее, определенный фрагмент из своей книжки. Я уже эту книжку цитировал. Просто хочу, чтобы у нее появлялись читатели. Неизвестный нацизм. Зерны и плевелы. Идеология и пропаганда. Раздел «Обоснование агрессии». Ну, это же для нынешних кремлядей очень важно – обосновать агрессию. Вот как обосновывали агрессию в нацистской Германии. Примитивный и профанный сантизм сообщил Гитлеру и его соратникам идею борьбы за существование, которая без всякого критического рассмотрения была перенесена на социум и обосновала правоту нацистов там, где они побеждали. По привычному для протестантов принципу предопределения считалось, что успешность соответствует правоте. Но эта правота сохранялась только до момента краха всех надежд, который доказывал, что предопределение не существует вовсе, либо провалившийся проект этому предопределению не соответствовал. Даже такой вопрос, как цели войны, в пропаганде нацистов приобретал совершенно извращенную форму. Война стала тотальным противостоянием различных мировоззрений. Я цитирую одну из нацистских брошюр. На войне может происходить только противостояние военных доктрин и мобилизационных планов. На фронте не до мировоззрений и даже не до вопросов расовых различий. Нацисты также привлекали в войну контингенты самых разных расовых групп, даже очень далеких от нордических европейцев. Нацизм и сталинизм были причиной войны, но течения войны с тем и другим связано не было. На грани жизни и смерти все эти идейные комплексы отмирают, а пропаганда перестает действовать. В штабах имеет значение только военное искусство, на фронтах товарищество, выучие и божья милость. Здесь не до мировоззрения особенно навязываемых из партийных кабинетов. Разница с нацистской Германией состоит в том, что у нас пропаганда продолжает действовать. Нет никакого военного искусства, никакого вообще. То есть такое впечатление, что воюют профаны, организуют военные действия, абсолютнейшие профаны, которых ничему не учили. Поэтому, как понимающие люди говорят, давление по всему фронту мы даем ладонью, вместо того, чтобы нанести удар кулаком. Кто это придумал? С одной стороны это измена, с другой стороны это форма утилизации населения. Чем занимаются оба режима, истребляющие русский народ всеми возможными способами? Читаю дальше. Идейная борьба воодушевляет до тех пор, пока стремящийся с кем-то столкнуться не получил несколько болезненных ударов и унизительных поражений. Ну, по сути дела, эти поражения были у российской армии на Украине, и, возможно, именно поэтому вся пропаганда направлена сюда, в тыл. А там магитировать некого на передовой, и не о чем. И там никто эти телезионные примочки, которые бесконечно промывают мозги всему остальному населению, не смотрит, они на них не воздействуют. Тогда идея борьбы приобретает сложный характер, внутренних переживаний, ставит задачи общежития с другими людьми и народами, осторожного отношения к ценностям окружающих. Для нацистов уверенность в том, что в Первую мировую войну Германия не проиграла, а она не проиграла, армия была сохранена вовремя принятыми решениями, что достаточно только вступить в схватку, и прежние враги побегут, обратилась в призыв к борьбе. Гитлер писал в «Mein Kampf» «Кто хочет жить, пусть борется, а кто не хочет бороться в этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает жизни». Это то, что сейчас называется социал-дарвинизмом. Оказывается, что те, кто пользуются этим принципом социал-дарвинизма, заведомо проигрывают. Проигрывают всегда, в течение всей истории человечества. По этой мысли, все дееспособное человечество, каждый народ, каждый человек, каждый момент времени должен бороться за существование или умереть. Если не умрет кто-то другой, то умрешь ты. Если не умрет другой народ, то умрет твой. Что в природе есть другие отношения, например, симбиоз, баланс экосистем, нацистам было неведомо. Биологизация политики позволила им просто донести до возбужденных предательством собственного правительства немцев, что они должны расквитаться с теми, кто хотел их уничтожить, и, соответственно, в порядке борьбы за существование уничтожить их. Подобные суждения я постоянно встречаю эти и другие, полностью аналогичные тем, которые содержались в нацистской пропаганде. Эти утверждения не распространяются через телевизионный ящик, хотя иногда и распространяются. Там, скажем, Шапиро Соловьев, он постоянно это допускает. Давайте там шмякнем, брякнем, атомную бомбу сбросим или атомную ракету запустим по Лондону, по Парижу. Ну, только клинический идиот может такие вещи выдавать в эфир. И они расползаются, как метастазы по мозгам не очень далеких людей или совсем отупелой массы населения, которая продолжает надеяться на то, что в войне может быть достигнута победа. Любой итог этой войны будет поражением, причем для обеих сторон. То есть война идет ради того, чтобы истребить людей, не для того, чтобы достичь победы. Поэтому все эти извивые мысли, поэтому ориентация на истребление противоположной стороны и ответное истребление по эту сторону, шовинистический психоз, он в самом деле происходит. Нападение на Курскую область якобы вызвало целый поток добровольцев-контрактников. Скажу я вам, что этот поток связан с тем, что в России жить невозможно. Невозможно жить по-человечески, как было в советскую систему, сейчас пришло к той же ситуации. Жить по-человечески невозможно. Оказывается, что вся жизнь сосредоточена на фронте. Там платят нормальную зарплату, и там нет подлой пропаганды, и там нет подлых человеческих отношений. Но тем не менее подлость все равно приносится туда на фронт, потому что она переносится, вся ненависть, которая распространялась на свое собственное окружение, теперь перекладывается на противника. А это те же самые люди, тот же самый народ, точно такие же люди. Даже подавляющее большинство там говорит на русском языке точно так же, как и мы. Неужели мы будем считать эту войну нормальным явлением и защитой Отечества? Когда Отечество никто не защищает, ни внутри, ни снаружи. И никогда не защищал. Вот вам вор Сердюков, назначенный Путиным, вот вам вор Шойгу, не просто назначенный Путиным, а он продолжает там сидеть. Голова Совета Безопасности по правую руку на совещаниях у Путина продолжает восседать. Ворюга просто запредельный, это астрономические суммы. Почему его не вышибут и не выгонят? Ну, он свой, понимаете, он свой. Потому что это одна шайка-лейка. Да, там второстепенных переодетых генерал и жуликов похватали. Ну и что? Таких же жуликов еще в сто раз больше. И вся эта пирамида воровства. Неужели мы можем эту пирамиду отождествить с политическим лидерством? Что этот слой действительно лидирует и имеет право от нашего имени вести войну, причем необъявленную войну. Точно так же, как Гитлер, без объявления войны и нападений, хотя там нота в последний момент была. А здесь даже ноты никакой не было. И официально это не война. А если не война, то кто вы на территории страны, которая была именно Путиным определена как государством в сделке с Порошенко? Это была признанная им территория. Я никогда не признавал, что Украина есть государство и что граница между Российской Федерацией и Украиной вечно. Надо было работать над тем, чтобы эту границу постепенно размыть и воссоединить страну. Что сделал Путин? Он пролил кровь по этой границе. Море крови. И это означает, что воссоединения не будет никогда вообще. Никогда. Вот почему теперь это два русскоязычных народа по эту сторону и по ту сторону? Уже не русские. А просто русскоязычные народы, которым названия нет. Там россияне, а там украинцы. То есть народы, которых не существовало никогда. Это название бюрократов, которые придумали, повесили это название, как ярлык на скотину какую-нибудь, в ухо воткнули и бегаете теперь с этим названием. Прекращение войны является первой фазой, первым шагом к спасению. Ни о чем вообще говорить. Нет никакой политики. Она ликвидирована еще задолго до начала войны. Никакого политического решения нет. Есть только одно решение. Прекращение войны какими средствами? Если вы не знаете, там в Кремле не знают, то можем объяснить. Ну, они прекрасно знают. Только не будут этого делать, потому что война им выгодна. Обогащаются на этой войне все путинское окружение. Все. Я не говорю, что там получает он сам. Это когда-нибудь тайно раскроется. Но сейчас для каждого русского человека, который сохранил себе хотя бы какие-то крупицы русскости, должна быть установка. Мы отрицаем какую-либо поддержку войны с какой-либо стороны. Мы не пацифисты. Мы вообще-то милитаристы. Но вести войну против самих себя – это верх безумия. Ну, вы с НАТО, говорите, воюете? А что-то вы не атакуете страны НАТО, которые вас бомбят и уже на вашу территорию вошли со своей техникой и со своими специалистами, переодетыми в украинскую форму. Нет, вы продолжаете убивать русских. Неприятие действующей группировки, как воров и изменников. Неприятие войны, которую они развязали между русскими людьми. Гражданской войны. Именно так она и так ее и следует понимать. И требование прекращения этой войны. Какими средствами? Кто развязал, пусть сам разберется. Или временная слазь, и мы будем опираться на каких-то других людей. Они прекратят военные действия. И они будут знать, как это сделать. И сделают это в тот самый момент, когда придут к власти. В течение кратчайшего времени. Как Трамп говорит, за два дня решу этот вопрос. За два дня не решится, но решится быстро. С этой шайкой невозможно никакие переговоры вести. Никакой поддержки им оказывать нельзя. Это убийцы. Это воры. Это изменники. Россия – русскую власть. Слава Руси. Господи, спаси.